Хоккейный клуб «Адмирал» Счет стал 4-1 после точных бросков от Блума и Казакова. Финские хоккеисты бросились спасать игру. Вышло удачно. Джокеры гол за голом стали догонять моряков и в итоге смогли вывести игру на овертайм при счете 4-4. В дополнительном игровом отрезке, который, к слову, по новым правилам проводится теперь 3-3, хитрее всех оказался все тот же Казаков. Обманным резким щелчком он не только оформил первый в своей карьере хэт-трик, но и принес победу «Адмиралу» 5-4. После четвертой забитой шайбы немножко успокоились. Не хватает нам еще немножко опыта доводить такие игры до побед без нервотрепок. Поэтому мы рады, что взяли 2 очка. Все-таки Йоккейль – это сильная команда, борется за место в плово-офф. И нам эти очки были нужны. Плохо начали, потом еще и удаление стали получать, если я не ошибаюсь, 6 подряд. А вот «Адмирал» сыграл хорошо, реализовывал свои моменты. Мы же сыграли хорошо только в третьем периоде. Следующий матч «Адмирал» проведет с Минским «Динамо» и Хабаровским «Амуром». Игра с белорусами пройдет на Фетисов арене, а вот дальневосточное дерби, которое состоится 19 января, станет для моряков выездным. А вот в непрофессиональном Владивостокском хоккее прошло сразу несколько матчей. В Приморской столице вовсю идет турнир на Кубок главы города, в котором на днях состоялись игры второго группового этапа. На льду встречались четыре команды – «Витязь», «Молот 2», «Беркут» и «Змеинка». Участвует 16 команд, мы их поделили на 4 группы, и каждая группа играет в круг в одни выходные. То есть вот на предыдущих выходных, на 7-8 число первая группа сыграла, выиграла команда «Босфор». Вот сейчас вот у нас начались игры второй группы. В течение двух дней команду успели сыграть с каждым соперником. «Витязь» и «Змеинка» показали отличный результат, обграв своих соперников с гигантским счетом. Однако количество шайб не так важно в турнире, как количество побед. Именно по последнему показателю из четверки в полуфинал прошла команда «Беркут». Состязания хоккеистов проходят по выходным и продлятся вплоть до конца февраля. По итогам проведения соревнований победители и призеров наградят кубками, медалями и грамотами от администрации Владивостока. Максим Яковлев, новости спорта на восьмом.